Всем привет, мои дорогие, с вами Анна Куц, и это новый формат для этого канала. Мы сегодня снимаем первый в нашей с Натальей жизни подкаст. У меня замечательный гость Наталья Лаврова, персональный стилист из Санкт-Петербурга и основатель школы «Точка стиля». Наташа, привет. Привет, Аня, спасибо, что позвала. Мне все это очень интересно. Жду нашего разговора. Спасибо, что готова вместе со мной разделить этот волнительный момент нового опыта. Ну, поехали. А прежде чем мы продолжим, хочу сказать, что Наталья сегодня пришла к нам с подарком, и в конце этого разговора мы разыграем его и подарим одному из вас. Поэтому смотрите до конца, чтобы узнать, как, собственно, забрать подарок. Наташа, у тебя огромный опыт работы стилистом, более 15 лет. Расскажи, как ты к этому пришла, как ты стала вообще стилистом? Ну, на самом деле, вообще мысли о том, чтобы работать стилистом у меня были в детстве. Ну, то есть, вот как говорят, да, нужно вернуться в детстве, вспомнить, от чего ты кайфовала изначально, что тебе доставляло удовольствие, то, в принципе, может стать и твоим призванием в жизни. И в детстве мне больше всего нравилось преображать своих подруг. То есть, я постоянно заплетала им какие-то, делала прически, я придумала им образы. И мне это было делать интереснее, чем себе. То есть, у меня, в моем случае, для меня внешность моего окружения была, условно говоря, важнее, интереснее, чем своя собственная. Но понятно, что такой специальности я не знала, и я думала, стану парикмахером. И потом я почитала биографию известного парикмахера Долорус Кондрашова, и я узнала, что, оказывается, это просто такой безумный труд. И я лет так бы 12 поняла, что, наверное, нет, все-таки не мое. И как-то я про эту тему забыла. А потом уже, наверное, в студенчестве я узнала, что есть курсы именно для стилистов. То есть, тут есть прямо специальность, которая занимается преображением людей, подбором гардероба, образов. Меня это очень заинтересовало. Я пошла учиться параллельно со своим основным образованием. Ну, это уже стало поворотной такой точкой, когда уже, да, я поняла, что все, я стилист, я буду работать. А расскажи про свое образование. Сколько у тебя их в копилочке? Чему конкретно ты училась и как много раз? Ой, первое образование – это был Институт культурных программ в городе Санкт-Петербурге. Я вот не уверена, что он вообще сейчас существует, потому что это был 2006 год, когда я там училась. И специальность была стилиста-миджмейкер. Это все очень так звучало. И что у нас там только не было. Понятно, что у нас обучали колористике, фасонам одежды. У нас были преподаватели там и по актерскому мастерству. Короче говоря, прямо максимально нас по-разному, с разных сторон эту специальность для нас освещали. Потом у меня было образование в имидж агентстве «Артега». Тоже в Петербурге оно было крупнейшим, известнейшим. Я помню, я копила деньги, чтобы туда попасть, к Марине Корниловой. Училась у нее. После этого была череда... Ну, я очень много просто покупала отдельно онлайн какие-то программы, слушала. Но уже скорее тематически связаны больше с историей моды и с историей костюма, чем непосредственно с профессиональными навыками стилиста. Потому что я уже практиковала и, в принципе, сама могла нормально там уже рассказать, как это делается. И, наверное, в 2019 или в 2020 году я купила большой курс в «Артимидже». Это московская уже школа. Потому что мне стало интересно, отличается ли чем-то вообще, что нового происходит. И отличается ли чем-то образование 2019 или 2020 года от образования 2006. По сути, ничем. Я годичную программу послушала. Ну и, наверное, если из фундаментальных образований стилистических, это все. Ну и я постоянно все равно, так или иначе, я стараюсь слушать именно какие-то модные исследования. Потому что меня мода интересует не только в формате, ну, как персонального стилиста, да, а как явление. Вот. Поэтому я и историей моды интересуюсь очень сильно. Ты затронула такой аспект, упомянула слово «труд», что ты прочитала биографию, поняла, что работа стилиста – это огромный труд. Вот в этом плане, мне кажется, очень многие люди заблуждаются насчет работы стилиста. Есть такое мнение со стороны, когда ты не погружен в тему, что стилист – это такой богемный человек, персонаж, который там одевает звезд, все красиво. Но на самом деле это действительно тяжелая и, прежде всего, физическая работа. Вот. Расскажи, в каком формате ты с этим познакомилась, как ты в это вошла, насколько тебе было тяжело начинать вообще вот про это подробнее, что из себя представляет конкретно работа стилиста? Давай это обсудим. Тут очень разные временные промежутки, потому что, конечно, когда 2006 год, этой специальности не существует, по сути, на рынке. То есть, нету и спроса, то есть, есть предложение, предложение, оно тоже было весьма невнятное, потому что, когда у тебя появлялись первые клиенты, я помню, что… Ну, я часто получала обратную связь в формате, что юбку от брюк не отличу, почему я должна вообще платить что-то за это? Ну, то есть, это было немыслимой, была передача «снимите это немедленно», и стилисты – это были какие-то страшные люди, которые приходили в гардеробную, выбрасывали все, что-то новое покупали, и, в общем, это как-то все очень выглядело агрессивно у нас на рынке. Соответственно, изначально работа стилиста, она была, она не была очень востребована в моем случае, и, наверное, где-то до 2012-2013 года работы было немного, поэтому я совершенно спокойно, я работала на основной своей работе, я могла совмещать, потому что клиента было, ну, два клиента в месяц, это была в моем случае большая удача. То есть, я радовалась, я очень как-то этого ждала и получала колоссальное удовольствие от самого процесса. Но вот, наверное, где-то 2012-2013 год уже, да, востребованность появилась, появилась уже очень большая загрузка, и, конечно, работа, она, ее сильно романтизирует, романтизирует на данный момент соцсети уже, потому что изначально, опять же, если возвращаться обратно, смотреть, ни у кого не было иллюзии насчет этой работы, потому что ее просто никто не видел, никто не понимал, что это тюки с одеждой, ты бесконечно кочуешь из магазина в магазин, ты носишь тяжести, катаешь за собой чемоданчики, тревожные с этими вещами. То есть, это у тебя, ну, ты постоянно нагружен одеждой, у тебя главное – это гарантийные письма здесь дать, там отдать, здесь взять, довезти, ничего не запачкать, чтобы все было в целости и сохранности. Но это то, что касается съемок, то, что касается персонального стайлинга. Тут это скорее психологически было, ну, и есть, сказать, что это сложная работа, но это психологически достаточно большая нагрузка, как, в принципе, я думаю, что любая работа, связанная с людьми. Мы с тобой интересную тему обсуждали еще до этого подкаста, когда познакомились. Я говорила с точки зрения заказчика про свой опыт работы со стилистами, когда иногда происходила такая история, что мне или моему партнеру, или моим знакомым приносили вещи, которые совершенно не соответствуют характеру. То есть, например, девочке Аторве принесли платье в горошек, в цветочек, все красиво, она выглядит как принцесса, но это не она. То есть, она любит там тусоваться на вечеринках, она диджей, она Аторва, какое ей платье в цветочек. И когда ее, наконец, переодели вот в стиль, который ей подходит, она в нем выглядела максимально органично и раскрылась. И то же самое было с моим партнером, который однажды принесли свитер с Мишкой на съемку, а она бизнес-леди с таким достаточно жестким, серьезным характером. И у меня лично был тоже такой опыт, когда мне стилист, поговорив со мной, причем предварительно, подобралась, она спросила у меня, что мне нравится. Я сказала, мне нравится стиль в 60-х, и все, она одела меня в стиль в 60-х, что было не особенно актуально, как я сейчас понимаю, в принципе, для современного контекста. И какое-то время я носила эти вещи, потом я поняла, что я, кажется, хочу от этого уйти. И когда я это тебе рассказывала, то ты привела аргумент с другой стороны, со стороны стилиста. Вот расскажи, пожалуйста, то, что ты мне тогда сказал, потому что это дико интересная другая точка зрения, и как раз подводные камни, обратная сторона работы стилиста. Понимаешь, здесь как бы это тоже такой очень разнообразный пласт работы. Ну, начнем с того, что вообще стилист – это как любого профессионала для себя, мастера по волосам. Ну, то есть любого там, начиная от массажиста и заканчивая визажистом, мейкапом, ты ищешь человека для себя. И это не всегда, да, с первого раза это попадание. Поэтому, конечно, важно найти, если мы говорим про персональную работу, важно найти стилиста с подходящим тебе видением. Чтобы, ну, условно говоря, твое видение прекрасного и видение прекрасного стилиста, оно совпадало плюс-минус. И тогда получается химия, у вас получается замечательная такая работа, которая целостная, которая про тебя, и никто не чувствует себя в этом контакте ущемленным. Не стилист, которому бесконечно говорят, не так, ты неправильно одеваешь, я хочу вот так, хочу вот по-другому, а ты мне вот это предлагаешь. Нету вот как бы гнета на самого стилиста. И, соответственно, и самому клиенту тоже комфортно, потому что его запросы слышат, и то, что стилист предлагает, ему созвучно. Это как бы одна часть работы. Есть приглашенные стилисты на съемку, и для них есть ТЗ. И оно может быть вполне звучать, как нам нужны образы в стиле 60-х. Стилист может, ну, сделать свою работу качественно, он привезет эти образы. Ну, например, будет студия, в которой эти образы смотрятся дико. Будет операторская работа, которая снимет это некрасиво. Будет работа визажиста, который может эти образы сложные просто не докрутить. И тогда тоже, как бы, получается, что это всегда командная работа. И когда я слышу обвинение, например, в сторону, вот, опять они притащили эти страшные шмотки, мы говорили одно, а вот тут вот это. Но, ребята, очень часто бывает, что просто работа не, как сказать, она командная, но она командно не доделана. И в результате виноваты все, а не один человек, который там привез не то. Хотя, безусловно, наверное, бывают исключения. Расскажи про психологические барьеры, о которых ты упоминала, когда ты стараешься, то есть задача стилиста... Есть, я поняла про что-то, да. Есть работа персонального стилиста с клиентом, и не всегда клиент готов к изменениям. Такое тоже бывает. То есть ты познакомишься с клиентом, клиент тебе дает такой карт-бланш, и говорит, мне очень нравится твоя работа, я видела там твои кейсы, я видела, как ты переодеваешь, я хочу, чтобы ты поработала со мной. И ты в этот момент думаешь, конечно, давай. Начинаешь предлагать свое видение и говоришь, что вот давай менять. То есть менять нужно достаточно радикально, чтобы достигнуть тех целей, которые клиент хочет. Потому что клиент же тоже приходит, не просто я там, я просто что-то хочу. А есть какие-то задачи, которые обговариваются цели, желания. Ты предлагаешь идеи. Клиент говорит, я не готов. И, допустим, самый простой пример про женственность. Женственность в представлении клиента, женственность в представлении стилиста, это могут быть две разные женственности. И вот отсюда появляется, что клиент говорит, я хочу выглядеть женственно. Стилист адаптирует женственность под клиента и показывает, как это. А клиент говорит, да я хочу ромашки. Потому что женственность – это отложной воротничок и ромашки. Ну, стилист говорит, ну, как бы окей, хорошо, тебе привозят ромашки, ты видишь потом их в кадре, говоришь, ты что, стилист, почему ромашки? И стилист говорит, ну, как бы, я же предлагала другое, а клиент говорит, нет, ну, ты же видела, что это плохо. Ну, ты видел, ну, ты предупредил. Но клиент эти риски брать на себя не готов, потому что, ну, в его воображении, как бы, женственность это вот так. И бывает потом, клиент зреет, и в конечном итоге, да, с другим стилистом он дает стилисту разрешение, и получается, что стилист, который мог работать до этого, предлагать что-то стильное, его отмели, пришел другой стилист, предложил концептуальное красивое, его не отвергли, там это уже клиенту было в кассу, все, клиент переоделся, и вот получается, одна работа не очень, другая очень. Это очень много психологических моментов, и я считаю, вот важно прямо, обязательно должны это в выпуске оставить, что готовность клиента к изменениям такая же важная, как и умение стилиста эти предложения формулировать и предлагать. Потому что если клиент не готов, стилист может делать все, что угодно, предлагать самые стильные, самые просто потрясающие образы, которые будут отражать характер, будут подходить под цели задачи, но при этом, если клиент к этим изменениям не готов, все, не будет работы. Хорошо, предположим, что есть исходные данные, что клиент к изменениям готов. Как ты считаешь, что есть плохая работа стилиста, и что есть хорошая? Вот как оценить это максимально объективно? Объективность вообще в творческих работах это такое себе объективно с точки зрения кого, да? Все-таки это достаточно субъективное видение в любом случае, но мне кажется, когда внешне отражает внутреннее, это и есть идеально выполненная работа, когда нет диссонанса от того, что человек, как он себя ведет, как он себя чувствует, то, что он говорит, то, как он себя вообще в пространстве заявляет, и когда его внешний вид, он гармоничен этому всему. Это хорошая работа и клиента, и стилиста. То есть химия случилась. Химия случилась. Давай поэтапно пройдем. Для тех, кто не имел, например, опыта работы с персональным стилистом или интересуется этой профессией, поэтапно в чем заключается эта работа, работа персонального стилиста? Есть три основных этапа, они, в принципе, достаточно известны. Первый – это этап консультирования, второй этап – разбора гардероба, третий этап – шоппинг-сопровождение. И вот количество этих услуг, три достаточно для того, чтобы первоначально хороший результат получить. А вот ты сказала, что когда только индустрия, как рынок стилистов, когда только зарождался, там, 15-20 лет назад, то была передача «Снимите это немедленно», да? И там был агрессивный разбор гардероба. А вот были ли в твоей практике такие случаи, когда ты, например, начинала с человеком работать, а он суперболезненно нервно реагировал на то, что ты говорила, что вот это не надо, вот это, типа, нужно отложить, выкинуть и так далее? Нет. На самом деле не было у меня никогда каких-то таких историй, чтобы я пришла. Ну и я не агрессивный стилист, у меня нет этого вайба. Ко мне не приходят люди для того, чтобы я с ними просто расправу произвела, да? Что вот я пришла и сказала, ну-ка, быстро все выбрасываем, новое покупаем. И опять же, я человек чувствующий, я всегда, когда мы начинаем работу над гардеробом, я всегда спрашиваю, насколько человек удовлетворен тем, что есть сейчас, потому что не всегда надо избавляться, с чего вообще как бы... Вот это как раз и ужасный такой паттерн, который остался с тех времен, то, что непременно нужно все в утиль новое купить. Очень часто бывает, что у человека сформирован достаточно неплохой гардероб под его задачу, но его нужно докрутить. Это один из форматов работы. Есть формат работы, когда ты приходишь, и клиент говорит, мне вот уже вот тут это. Вот я вот уже смотрю, вот все. Я подхожу к этому гардеробу, вообще ни радости, ни счастья. Я говорю, ну окей, давай тогда мы это все убираем, ну что-то оставим, да, что-то докупим, но мы по-другому работу строим. Такого, чтобы я пришла, ай, клиент просто обалдел от моих заявлений. Такого не было никогда. То, что ты умеешь налаживать контакт с людьми, это, ну, к этому вопросов нет, это очень ощущается. А вот с твоей стороны были ли, ну при этом, если ты чувствующий человек, были ли в твоей работе именно случаи, когда тебе было больно, например, ты проделала работу, а человек все наделал там не так, ну какие-то вот такие эмоциональные моменты. Ну, наверное, в начальном, в самом начале карьеры, конечно, ты начинаешь наступать, я с большим опытом стилисты, поэтому все свои обучающие программы я пишу, исключительно основываясь на опыте, это и курсы для стилистов, и курсы для девушек, кто ищет свой стиль. И, конечно, поэтапно, я прямо шла и наступала на все грабли. Это чаще касалось личных и границ, и как бы вот этого понимания, насколько клиента можно близко до себя подпускать, и насколько можно вообще брать ответственность за психологическое состояние клиента. Потому что самые неприятные ситуации возникают когда? Когда ты сформировал гардероб, а потом клиент тебе пишет, что часть вещей я сдал. И ты изначально спрашиваешь, а почему? Ну, как бы все же было очень хорошо. Ну, я пришла домой, тут муж, мама, дети. Они сказали, что, ну, как бы ты что, на кого ты похожа? Это зачем это так одеваться? И все. И ты понимаешь, что как бы собственную беспомощность, потому что, ну, ты не можешь... И это вообще не твоя задача, решать проблемы границ в семьях. Это как бы к тебе отношения не имеет, но когда ты с этим сталкиваешься впервые, у тебя просто ужас, руки опускаются. Но знаешь, к чему это имеет отношение? К в целом ситуации с модой в стране, к какому-то майнсету людей. Вот давай с тобой сейчас углубимся в эту тему. Какая сейчас ситуация у нас с отношением к моде, стилю, какие у людей там заскоки, какие-то предубеждения, психологические барьеры? И, в принципе, как ты считаешь, какое отношение? Ну, мне кажется, сейчас на самом деле достаточно все неплохо с точки зрения и восприятие себя, готовности к экспериментам, готовности меняться, потому что очень много информации стало снаружи. Ну, то есть, соответственно, это социальные сети, они ключевую роль играют. Появляется насмотренность, понимание того, что, оказывается, можно по-разному выглядеть. И вообще нет ничего такого страшного в том, что отличаться от соседа ты будешь или от коллеги по работе. И это вообще нормальная ситуация. Не все должны выглядеть плюс-минус одинаково. И, конечно, в этом плане мы просто семимильными шагами вперед идем. И, опять же, ситуация из-за того, что я давно в профессии, ситуация изменилась, ну, я не знаю, полярно. То есть, раньше это было действительно, вот как-то вот очень важно было видение извне. То есть, что скажут соседки, что скажут коллеги, что скажут дома, что, короче говоря, что подумают люди. Вот это было просто ключевым. Сейчас, конечно, намного больше свободы. Ну, я по своим клиентам могу сказать, что, наоборот, очень тянутся к переменам, к изменениям, готовы к ним. И не страшно самовыражаться становится. Наоборот, даже как-то есть на это запрос. Ты подаешь грандиозный пример. Я знаю твою историю про волосы, про то, что ты долгое время ходила с париком, в парике, и твои подписчики об этом не знали. И потом, в один прекрасный день, ты поняла, что ты хочешь снять этот парик. У тебя отросли волосы, и ты им об этом рассказывала. И через это как раз транслировала вот эту вот идею, что можно менять свой стиль, можно выглядеть так, как ты себя сейчас чувствуешь. И вот сейчас ты себя чувствуешь именно вот так, готова там рассказать о своем пути. Расскажи, какую реакцию это вызвало? Как ты себя чувствовала после этого? Вообще, как это было? Да прекрасная реакция. На самом деле, я получила колоссальную поддержку от своих подписчиков. И у меня в целом аудитория замечательная. То есть, у меня хороший контакт с ней. И я получила, наверное, даже больше, чем я могла себе представить. Ну, это, понятно, момент не очень приятный для любой девушки такого плана каминг-аут. И вообще бы думала, говорить про это или не говорить. Потому что в целом я могла просто сказать, я подстриглась, и вот. Теперь я такая. Но мне важно было проговорить, рассказать, потому что здесь это скорее идет про... Вообще, наверное, про наши какие-то и внутренние зажатости, про блоки, про то, что страшно рассказывать. Страшно... Ну, давайте про себя скажу. Страшно быть не идеальной. Ну, то есть, очень долго, опять-таки, там, те же социальные сети, они воспитывали в нас такой вот пример идеальной жизни, да, что все должно быть... Если стол сервирован, то не соринки. Если мы накрашены, то не дай бог морщинка. Если где-то что-то там, помятости какие-то, прыщи, это, ну, все, катастрофа. И вот это вот насаждение идеальных тел, идеальной внешности, идеальной дорогой одежды, вот эта вот красивая жизнь, она просто как такой пузырь вокруг нас. И я поняла, что мне важно, чтобы моя аудитория, ну, как-то больше, что ли, была про контакт с собой, и что неидеальность нормальная, и что у тебя может не быть волос, и как бы, и все равно с тобой все ок, и все хорошо, и можно выглядеть стильно с любой стрижкой, и в то же время стрижка может быть продолжением тебя, и ты можешь вообще меняться не страшно, и можно изменить свой стиль. Вот радикально была такой, стала другой, и если ты себя так чувствуешь, тебе это органично, то вообще прекрасно. В общем, мне кажется, сейчас эта ситуация начала меняться. То есть вот мы отходим от идеальной вот этой картинки, и наоборот начинает уже в обратную сторону идти, это начинает осуждаться, например, как Ким Кардашиен осуждали за то, что там Ким приходит на передачу, и ей делают потом в монтаже фейс-тюн, из-за чего ее кожа выглядит максимально там отфотошопленной, идеальной, ни морщинки, ничего. И что нужно от этого уходить, что нужно, там, маски уже давно поснимали в сторис, это стало не Камильфо. То есть ситуация меняется. Как ты считаешь, как это отражается в стиле? Ну, мне тут сложно сказать в плане идеальности или не идеальности, потому что, ну, идеального стиля как такового нет, и все равно есть девушки, которые, допустим, предпочитают скорее базовые гардеробы, и они предпочитали их раньше. Кто кому-то нравится выделяться, ну, и раньше люди любили выделяться. Я скорее сейчас склоняюсь к тому, что люди стали больше задумываться про одежду вообще, а что она говорит. То есть не просто набор вещей, там, ты вот сумел там просто читать, не знаю, красное с черным, да, и ты молодец, вот тут там умеешь джинсы с футболкой, а в принципе задумываешься, а почему я так, вообще, почему я такие вещи выбираю? А что моя одежда говорит про меня, когда я просто захожу в помещение? И вот такие мысли, они стали появляться, потому что одежда, на самом деле, это мощнейший инструмент для того, чтобы производить то впечатление, какое ты хочешь. Это и помощник, и защита, и проявление твоё, проявление твоего характера. Ну, это прямо мощнейший инструмент, который просто нельзя игнорировать, как мне кажется, как стилисту, да, логично. Нельзя игнорировать одежду как способ коммуникации, мощнейший, который про тебя рассказывает вообще без слов. Я думала о том, о продолжении вот этой мысли, что сейчас мы отходим от идеальности, больше форсится тренд на искренность. Я думаю, что на таком зрительном уровне это выражается, например, в том, что на тебе сейчас мятая рубашка, да и на мне. Единственная разница в том, что на тебе она смята специально, но всё равно как бы это сейчас модно, так там взъерошенная прическа, мы видим, модель выходит на подиуме с такой неидеальной укладкой, нарочитой неидеальной. И это то, как тренд на искренность перешёл в тренд на то, чтобы слушать себя, находить ответы в себе и выражать их через одежду так, как ты чувствуешь. Абсолютно так. И это круто. Если люди становятся более открытыми к тому, что происходит в моде, более открыты к новшествам в стиле, в принципе, интересуются этой темой, и с последних десятилетий это стало намного более развито, то мы же все прекрасно знаем, что многие дизайнеры для того, чтобы привлечь внимание, ведут практически на всё, демонстрируют миру разные уголки, тёмные чертогов своего разума. И ты наверняка сталкивалась с тем, что люди не принимают те или иные проявления. Вот что не принимает твоя аудитория, например? Можешь вспомнить какие-то кейсы? Ну, очень сложно относятся вот к этой гендерной тематике, то есть, когда там, если ещё девушку, раньше это просто жакет оверсайз на девушке мог восприниматься из серии, зачем она так мужиковато выглядит. Ладно, это пережили, к этому уже привыкли. Но когда сейчас, в принципе, показывают образы женские на мужчинах, вот это, конечно, воспринимается тяжело. Но моей аудитории. Так как я занимаюсь модой профессионально, и увлекаюсь этим, и у меня намного более открыто, что ли, к этим изменениям. Они для меня нормальны. То есть, я смотрю, и я не вижу в этом такого накала провокаций, как, например, могут видеть мои подписчики, например. Не все, опять же, но бывают какие-то агрессивные достаточно комментарии. Окей, мне кажется, ради бога. Вам нравится, вам не нравится. А давай для контекста. Кто твоя аудитория? То есть, это люди из каких городов, стран? Ну, есть статистика. Это Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург и Белоруссия. Меня очень любят. Белоруссия бреет. Чудесно. У тебя большой блог, 300 тысяч подписчиков, у тебя YouTube-канал. Ты, в принципе, сделала очень... У тебя своя школа, ты сделала очень крутую карьеру как стилист. Расскажи, пожалуйста, как. Для тех, кто нас смотрит и сейчас думаю, ну, все, становлюсь персональным стилистом, какие шаги ты проходила, как ты нарабатывала своих клиентов, как ты открыла школу. В общем, расскажи. Слушай, это тут... Это история на час. Но, опять же, мои кейсы... Ну, это же изначально было... Не было соцсетей, надо понимать. Вернее, контакт был для того, чтобы опубликовать фотографии из Египта, как ты съездил отдохнуть. Никто не использовал соцсети как инструмент для продвижения. И поэтому я проходила все этапы от того, что просто у меня в салонах красоты лежали мои визитки, лежали... Господи, как они называются-то? Листовки, да. Точно, помогите мне. Вот, там была изображена до-после цены на мои услуги, что я предлагаю. Прям стопочкой лежали в дружественных мне салонах красоты. Прикольно. Да, я недавно их дома нашла. Надо показать будет в сторис. Там у меня прямо стопка такая лежит. Это уже не знаю, сколько им лет. У меня был такой этап. И я вот так, и через сарафан... Понятно, сарафанное радио кто-то что-то посоветовал. Но, опять же, стилистов и по сей день рекомендуют неохотно. То есть, это не супермастер маникюра, который подружка сделала и сразу говорит, типа, просто... Девочки любят... Ну, сейчас тоже эта ситуация меняется. Раньше она была критичной. Никто не хотел признаваться в том, что не может сам себе гардероб собрать. Ну, то есть, как-то у нас так заложено, что вкус и стиль – это мы сами. Кстати говоря, я вот тут год прожила в Италии, потому что, знаешь, я учусь в Марангоне. И мне нужны были стилисты на съемке. И я обнаружила, что рынка стилистов в Милане практически нет, персональных стилистов. Потому что у итальянок есть мнение, что они и сами прекрасно знают, как им одеваться. И они действительно прекрасно одеваются. Я же прекрасно понимаю, что мне необходим стилист для моей работы, для того, чтобы у меня были разные образы. У меня нет времени в том числе, потому что профессия стилиста предполагает, что он немножечко снимает вот этот момент с заказчика. Именно высвобождает время на непосредственно то, чтобы одежду купить, привезти, потом сдать, если она сдается. Так вот, к чему я это говорю? Как ты считаешь, почему у нас стилистов много, профессия востребована сейчас, по крайней мере, в крупных городах, Москва, Питер и Кат. В Милане, который вообще столица моды, вот такая ситуация. Потому что действительно я столкнулась с тем, что сложно. Мне кажется, у нас просто это любовь к украшательству себя. У нас все хотят, девочки, выглядеть красиво. У нас очень любопытная аудитория, потому что стилисты это часто как такое любопытство. А что мне предложат? А вдруг меня увидят по-другому? А как вот и как раз большая разница между запросами, там, десятилетней давностью и сейчас, потому что 10 лет назад меня нанимали исключительно профессионально для того, чтобы, допустим, ну, чиновники в администрации, как бы, ну, то есть... А что нужно чиновникам у них же? Красивые костюмы, брионик и пошел. Должны быть красивые костюмы. И сейчас ты костюм бриони. Давай, как бы, отматывать ситуацию назад. И совершенно... Ну, понимаешь, то, что сейчас кажется какой-то хтонью архаичной, вообще не может быть, тогда это было абсолютно нормально. И ты создавал гардероб для деловых девушек, женщин, потому что им нужно был определенный статус демонстрировать. То есть, скорее, профессионально люди тебя выбирали для того, чтобы в работе состояться. Потому что все остальное как-то вот. Потом, наоборот, уже появилась череда девушек, которые очень важно было проявлять женственность свою и вот как-то взаимодействовать с брендами, правильно себя подбирать и как-то сейчас модное слово позиционировать себя. Вот это вот как бы тоже была такая череда. И это прям целые вехи. Да, сейчас это, наоборот, про проявленность и как раз про любопытство. А что стилист может предложить? А вдруг это будет какой-то совершенно другой вау-эффект? И он чаще всего и случается, если, опять же, есть доверие, есть вот эта химия. То есть, запросы, они были разные в разный отрезок времени. То есть, вот так. Какие осознания приходят к клиентам, вот когда происходит этот вау-эффект? Наша с тобой знакомая Валя, стилист из Парижа, рассказывала про то, как к ней пришла клиентка и пришла с запросом, что она не знает, как стать более уверенной в себе. И пришла к стилисту с надеждой, что стилистов при помощи проработки стиля поможет ей решить эту проблему. И Валентина сказала ей, купи себе красное нижнее белье и в Сен-Лоран. Она это сделала, и это произвело вот тот самый вау-эффект. Она ей писала вот такие вот письма благодарности, потому что она как-то об этом даже не думала. И вот стилист со стороны такой, тебе красные бра и в Сен-Лоран. И клиент такой вау. Вот у тебя такое было, и что это было? Ну, такое случается регулярно. То есть, здесь вопрос, опять же, попадания в запрос. И когда происходит вот этот мэч, и клиент получает тот результат, который хотел, и у всех он, опять же, разный, потому что кто-то блистает гостей на мероприятии и получает шикарный фидбэк. И тогда, конечно, я получаю сообщение серии, ну, просто, ну, вообще, я выглядела шикарно, да. Это вот одна сторона, да. Это очень зависит от того, для чего. Если я собираю для работы, да, для какой-то задачи, и потом человек себя видит либо в кадре, либо видит себя на каких-то фотографиях с мероприятиями, что большие там, ну, а-ля форумы происходят. И потом очень много, опять же, там, это все верстается в какие-то пресс-киты и прочее-прочее. И человек видит себя на фотографиях и говорит, я действительно выгляжу хорошо, актуально тому месту, где я находилась. И я тогда понимаю, что да, тоже круто, и результат достигнут. Или гардероб получается сбалансированный, мне клиент может просто писать на расслабоне, что, боже, какой кайф, у меня нет лишних вещей, я каждый день знаю, что надеть. Потому что после разбора гардероба он получает вот эту вот прямо презентацию с образами, и голова вообще не болит. Каждое утро ты знаешь, в чем отправиться. И мы посезонно это все составляем, потом меняем с учетом новых покупок. То есть это такая долгосрочная работа. Это другой фидбэк, когда у человека просто расслабленная жизнь, и он всегда выглядит хорошо. И это как раз цель моя, как стилиста, чтобы не было случайных вещей в гардеробе, которые не нравятся, не про характер, не отражают. Ну, просто от них избавиться, и все. Чтобы каждый образ радовал. Расскажи про обратную ситуацию, когда ты гардероб составила и получила негативный фидбэк. Было? Ну, такого откровенно негативного не было, потому что чаще... За 15 лет? Там чаще вопросы возникают. Это же не то, что тебе... Ну, у меня... Я с адекватом, честно скажу, я не сталкивалась, когда просто ниоткуда прилетает обратная связь. Мы собрали что-то ужасное. Я вообще вижу, мы купили какой-то... Вопросы пишут. То есть, ты знаешь, мы вот купили вот это. Я не понимаю, как это встроить? Мне вот как-то не очень. Давай подумаем, как. И тогда, конечно, я начинаю перерабатывать и говорить, давай посмотрим вот это вот сюда, вот это сюда, вот это сюда. То есть, вопросы задаются уточняющие. Я чувствую, что, допустим, клиент, ну, здесь недоволен. Это не его вещь. Можно сдать, можно заменить. Я могу прислать, как бы, что нужно поменять, чтобы все случилось. Это всегда работа... Это контактная работа. Это не работа, когда ты в чистом поле что-то там отправил или купил какие-то вещи, забыл вообще про этого человека, кто это. И это всегда вот такая вот динамика общения. Клиент себе может задавать вопросы, присылать, опять же, свою обратную связь какую-то. И ты можешь доделывать работу. Я всегда говорю, что у нас не заканчивается работа на том, что вот мы сходили в магазин, пакеты красиво унесли, и все, пока. Вот тебе лук. Да. Всегда можно спросить. И вот такое, конечно, бывает. Это обычные рабочие моменты. Я предлагаю вернуться к... Мы немножко отклонились от темы. Вернуться к тому, как ты строила свою карьеру. Как ты из своей точки А пришла в точку Б. Как ты нашла первых клиентов. И что было дальше? Ну, первые клиенты, это как раз были мероприятия. То есть я ходила и заявляла о себе. То есть это были какие-то небольшие светские мероприятия в Петербурге. Я приходила, я старалась налаживать этот нетворкинг. Тогда тоже не было такого слова. Мы просто приходили, знакомились, говорили, здрасте, недели моды. Я очень старалась посещать, рассказывать, как ты сама проявлялась. Потом я завела блог в живом журнале. И это был тринадцатый год. Я, по-моему, начала писать про моду. Я вот рассказывала, значит, про тенденции. Все это писала. Мне нравилось это. Ну, мне сейчас, в принципе, нравится. Я все свои тексты пишу сама. Люблю это дело. Вот. Но тогда я начинала. И я там такими сложными какими-то... Как книгу писала, ей-богу. Предложение там сложно сочиненное начал. Не знаешь, как закончить. Вот это все. И оттуда стали в какой-то момент приходить клиенты онлайн. И для меня это было вообще, что так можно было. То есть, ты не рассчитывала на это? Нет. Я писала, потому что... Завела блог просто для души. Ну, я думаю, да. У меня много информации. Я готова про это писать. Я это и продолжаю, в принципе, делать и сейчас. То есть, у меня очень много информации. Я в блогах даю. Я люблю это. А тогда я стала получать комментарии. А можно к вам попасть на консультацию? Я сидела. И ко мне стали приходить клиенты онлайн. ЖЖ чем хорош? Из разных стран. И я помню, что там онлайн-разбор гардероба я первой сделала. Пятнадцатый год. Я вообще... Я писала инструкцию, что мне надо прислать. Ой, это вообще... Это песня была просто. Как надо сфотографировать, чтобы я поняла, как выглядит вещь. У меня клиенты... Я тогда поняла, насколько разные отношения к моде в странах. Вот ты сейчас, например, про Италию говоришь. Я прекрасно это понимаю, потому что я столько раз собирала гардеробы девушкам из разных стран, да даже из Штатов. И она вот... Русские девушки любят выглядеть хорошо. Они любят наряжаться. И я составляю гардеробы. И я помню, особенно в начале это тоже было, пока я не поняла вот эту грань, где... Грань дозволенного, скажем так. Потому что вот преподаватель в каком-нибудь штате американском, и она... Я вот переехала, уже 10 лет здесь живу, хочу выглядеть хорошо. Я ей предлагаю... Она говорит, меня не поймут. Если я так приду, просто, Наташа, пойми, у нас приходят в Лосинах и в Кроксах в университет. А я там ей юбки, жакеты а-ля Шанель. И я поняла вот эту вот нестыковку моих фантазий и предложений вообще с реальностью жизни, в которой живет человек. И я тогда просто переупаковывала свой продукт под запросы. Я совершенно по-другому спрашивала. То есть для меня контекст, в который мы эти образы включали, он стал основным для работы за рубежом. Сначала я понимала, в какой среде, и только потом я создавала гардеробы. Потому что здесь ты встречаешься с клиентом, тебе говорят, ну, вот у меня такой-то образ жизни, я хожу туда-туда-туда. И ты все понимаешь. Ты сразу понимаешь, где. А тогда на бороде. Вот. И это просто был отдельный кейс. И вот тогда у меня появились онлайн-клиенты. И я поняла, что соцсети — это хорошо. Потом появился Инстаграм, он начал качать. И я тоже поняла, что как бы можно же про моду писать в Инстаграме. И перестать постить туда цветочки, собачек. И там я поела, и я вот красиво и иду. А можно сделать действительно такое, как аля... У меня сначала очень был образовательный Инстаграм. То есть это были только там мое лицо, типа юбки. И я расписывала, что там происходит, значит, с юбками. И у меня был прям как паблик даже больше. А потом я поняла, что нет, так дело не пойдет. Надо, чтобы я тоже была. Потому что, ну, мне нравится взаимодействовать с аудиторией. И все, я начала уже сама там как-то проявляться. И дальше уже социальные сети стали мощнейшим, наверное, таким и по сей день. Клиентообразующим, скажем так. Но сейчас, конечно, никому не придет в голову, наверное, листовки свои там раздавать по салонам красоты. Никто не будет это делать. А я делала. А сколько лет ты ведешь блог именно в Инстаграме уже? С 16-го года, наверное. Профессиональный именно, но профессиональный блог. Не просто там, да, с собачками. А 16-й год? 16-й год. 7 лет. А как ты считаешь, те, кто начинает сейчас, какие у них шансы, что им нужно для того, чтобы тоже развить свой блог? Потому что у многих есть вот это внутреннее какое-то сопротивление или страх, что, а, да, она началась 7 лет назад, тогда подписчик был по рублю, да, там вот эта вот вся история. Но сейчас как сложнее, так и проще, потому что когда мы начинали, прям смахнули пыль с жакета, тогда как бы не было рынка. И опять же, вот этот спрос, он не был так сформирован сейчас, если ты талантлив, если ты как бы, ты сразу понимаешь, что тебе делать. У нас это, мы слепые, я вообще не понимала, что надо. Я говорю, я такая, ну, наверное, надо писать про одежду, как я делала это в ЖЖ. Это абсолютно интуитивный ход развития вещей, абсолютно интуитивный. Я помню, прямые эфиры я проводила, меня слушало 7 человек. 7 человек прямой эфир, и я вела. И вообще сейчас, когда я там слышу от кого-то, кто там вот у меня слушало 3 человека, я думаю, ничего. И меня слушало 3 человека, и я прям помню, что я какой-то зимой в шапке по улице шла, и что-то там общалась. Это как бы было нормально, это интуитивно. Сейчас есть уже спрос, ты понимаешь, как тебе действовать, и в этом смысле легче. Но удивить сложнее, поэтому здесь уже идет как бы, ну, не то чтобы борьба в аудитории, а идет очень важно, что ты предъявишь, талант. То есть сейчас просто выйти на том, что я там могу красиво переодеть, ну, не знаю. Наверное, тоже в зависимости от того, что как ты это... Очень важно, как ты про это расскажешь. Аудитория искушенная, все уже понимают, все видели красивое, уже задана планка, опять же. Если раньше можно было просто что-то там подснять, то сейчас хочется качества, чтобы красиво, звук хороший был, когда ты что-то записываешь, а не просто сидишь там, мычишь что-то в телефон. Мне кажется, как вариант, сейчас кейсом будет являться уже не переодевашка до-после, это так моя идея для начинающих стилистов, кто рассматривает профессию, а именно кейс в точке С, где ты не просто переоделся, а при помощи одежды поменял вообще свое отношение к миру, стал более уверенным, не знаю, новые контакты в обществе наладил, все пошло в гору, и вот ты уже там любишь всю эту планету, и ты преобразился. И как человек тоже, потому что изнутри всегда очень много идет как бы твое отношение к миру, насколько ты светлый человек, позитивный, и вот когда человек красиво одет, ну, красиво для себя самого прежде всего, это очень важно, потому что это говорит об определенном отношении к самому себе, одежда действительно выражает. И мне кажется, вот такую трансформацию показывать, вот это высший пилотаж сейчас. Замечательно, и это классно, да, это вот одна сторона, кто-то занимается очень талантливо фэшн-съемками, и это тоже, я смотрю, просто у девочек фантазии такой арт, как они придумывают, как они это делают, это тоже заявление, и можно с этой стороны себя преподносить, потому что, опять-таки, сейчас для этого все есть, есть куча платформ, где ты можешь покупать реквизиты этот, раньше тоже этого не было. То есть съемку сделать и найти, сейчас у тебя Авито, с одной стороны, тут у тебя какие-то винтажные шоурумы, здесь у тебя секонд-хенды, ты пошел, и как бы что-то, а секонд-хенды всегда были, но найти еще, обойти договориться, ну, в общем, сейчас это легче, творчество больше, ну, и заявить о себе тоже вполне себе можно. Ну, по факту, если сузить то, что мы сказали, то нужно выбрать какой-то свой вектор, в котором ты будешь развиваться, либо фэшн-съемки, эпатажные какие-то, может быть, съемки, или вот психологическая работа с человеком, который, там, не знаю, был грустным и серым, а стал ярким и веселым. Ну, как вариант. Объяснение простыми словами от Ани Куц. Ну, в общем, примерно так. Ну, мне кажется, важно, знаешь, если у тебя есть талант, просто дать возможность ему проявиться. Потому что, опять же, многие талантливые ребята в силу, наверное, скромности какой-то может быть. Потому что социальные сети – это что? Это такая же работа. На это надо идти с открытыми глазами. Заводить соцсеть в плане, если ты хочешь находить там клиентов, это, ну, полноценная твоя работа, где ты не просто публикуешь какие-то фотографии, когда тебе там голову взбредет, а есть определенные, как сказать, у тебя, ну, у меня вот есть свое, прямо вот я хочу, ну, ближайший план я себе составляю, про что я хочу поговорить там с подписчиками, со своими. И, соответственно, многие талантливые ребята, они просто талантливы, но проявляться в соцсетях или вести вот это им сложно. И вот тут, мне кажется, важен такой стык таланта и вот этой работоспособности вот здесь. Вот как бы если ты хочешь действительно большую аудиторию, вот это вот комбо вот это должно быть. Да, результат там, где дисциплина. Знаешь еще, что, мне кажется, очень помогает, когда у тебя есть внутреннее понимание и коннект с миссией, которую ты несешь в этом мире. Вот, например, у меня есть большая, ну, прям грандиозная миссия поменять и выстроить индустрию моды в России, сделать моду более доступной, чтобы она была доступна не только для жителей крупных городов, но и, в принципе, у всех было понимание, что красиво одеваться – это хорошо, а не плохо, что выражаться через одежду – это не стыдно, и плевать, что бабулька там Славке скажет. Я хочу, чтобы было больше красивых людей, я хочу, чтобы было больше женщин, которые довольны тем, как они выглядят, я хочу, чтобы было больше российских брендов, которые могут дать эту возможность. Какие смыслы ты у себя в школе доносишь до людей, потому что ты делаешь школу «Точка стиля» давно, и у тебя точно есть понимание, как ты доносишь ценность обучения у тебя до аудитории. Вот расскажи про это. Почему люди у тебя покупают? Я думаю, что мы так или иначе про это уже говорили, потому что основная моя задача как раз про соединение, про этот контакт внешнего и внутреннего. И я очень стараюсь в своём курсе, чтобы девушки именно этот контакт находили, когда это не просто там, вот вы знаете, есть теория цветотипов, а есть типажей. И вот мы как бы, вот сейчас мы договоримся, что вы по архетипу, вы какая-нибудь геката. Девушка весна. Да, девушка весна, и пойдём с этим знанием. Для меня как бы понятно, что есть функционал, который я даю по колористике, по фасонам, это ясно, это как бы азбука стиля. Но для меня важно, чтобы как раз был нащупан вот этот контакт с собой, и чтобы мы из каждой девочки, которая приходит на обучение, девушки, мы вот, каждая могла проявить вот это. И я как раз даю инструментарий для проявленности, как бы, как я хочу выглядеть. И мы на основе этого строим стиль, а не на основе того, что я с сантиметром измерила, значит, как бы, судя по всему, вы романтик-драматик, и как бы, ну, вот так мы оденемся. То есть я считаю, что самое главное – это вот то, что внутри, потому что остальное можно докрутить. Ты разберёшься с этими фасонами одежды, ты поймёшь, какой длины нужны тебе брюки, ё-моё. Но это не то, как бы, не это центр моего курса, да, вот фокус, как бы, он не там. Он как раз в том, чтобы внутри понять, а как ты хочешь. И для меня идеальный результат, я вижу, и в работе с кураторами у девушек, и то, что те, кто ко мне приходят именно на моё сопровождение. Результат вот этот, когда сложилось. Когда раз, и вот пришла одна девушка, а в итоге у нас получилось. Опять же, это не сверхзадача. Я не ставлю, например, себе задачу, чтобы человек пришёл там, вот как это, плохо одет, а ушёл хорошо. Она звезда. Не надо путать своё начало с чужой серединой. И я вижу даже по микро шагам, вот эти изменения, они получились, всё, значит, дальше будет вообще взлетим. Вот это, наверное, основное. Я вспомнила недавний свой случай, когда я отправилась на встречу. У меня в Милане есть друг, он сам из Америки, но прожил 7 или 8 лет в Париже. И вот сейчас он переехал снова в Милан. Он предприниматель, очень творческий при этом человек, то есть он там графический дизайнер, у него студия графического дизайна, и он очень любит знакомиться тоже с интересными разными предпринимателями, творческими людьми. И меня решил познакомить с девушкой, у которой шоурум спортивной одежды, у неё магазин спортивной одежды, а у меня бренд спортивной одежды. И как бы моя задача в перспективе – это открыть филиал моего бренда в Милане. И он такой – мэч. И позвал нас на встречу. Мы пришли, мы друг другу понравились, то есть мы начали с ней болтать, она такая – всё классно, приноси образцы. И она начинает смотреть Инстаграм моего бренда. И все начинают смотреть Инстаграм моего бренда. Волнительный момент. Да, ну ничего, а я как раз визуал красивый там сделаю, то есть я очень довольна. Я такая – там всё чётенько. Вот. И начинают все смотреть. И вдруг Форд, с которым у меня прекрасные отношения, он говорит – а ты собираешься переделывать фотографии для европейского рынка? Я такая, что ты имеешь в виду. И я так вижу, что они все немножко поднапряглись. И Форд говорит – я даже не знаю, что сейчас сказать, чтобы ты ни в коем случае не подумала, что мы как-то предвзято относимся к тому, что ты русская, потому что это такая… Ну, в целом, он говорит – это ни в коем случае не так. Типа, я тебя обожаю. Но по фоткам за километр видно, что это русский фотограф, русская модель и русский стайлинг. И я такая – что? А я смотрю и думаю – блин, на свой визуал такая… Нормально вроде. Достаточно по-европейски, на мой взгляд, международный уровень, так сказать. А они такие – да нет, короче. И там, кстати, была его мама. И она сказала, что, типа, да, я вот тоже вижу. Для меня, типа, понятно, что это девушка русская. Я такая – ну, как бы, извините, но она русская, да. Тем не менее, и в Милане очень много русских моделей работает, потому что русские девушки очень красивые. Я говорю – что вы имеете в виду? И тут мы пустились вот как раз в обсуждение того, как различается стиль в разных странах. И они говорят – и вот ты пришла там в больших серёжках. Я такая там пришла, а серёжки так свисают. Они говорят – вот это, ну вот, например, не по-парижски. Разница есть в том, как одеваются в России. И мы любим как будто бы вот перья, очень яркие аксессуары и, в принципе, вот такое яркое выражение. Если уж речь заходит про моду, то это как будто вот что мода. И то же самое любят итальянки. То есть я за ними год наблюдала. Я их фоткала, у меня есть коллекция фотографий красиво одетых итальянок. На мой русский, опять же, взгляд. Ты в материале, ты приготовлена. Да, и что они любят? Они любят, чтобы много брендов было. Чтобы вот если ты уважающая себя итальянка, то ты обязательно в руке держишь там сумку, на которой крупно написано «Луи Виттон». Весь город ходит в «Луи Виттон». Неважно, какой у тебя достаток, сумку «Луи Виттон» иметь ты обязан. И другие там бренды, кто может себе позволить, там «Шанель», еще кто может позволить, не знаю, «Мармез». Парижские бренды в Италии. Да-да, ну вот почему с ЛВ очень много ходят. И они любят вот, чтобы как... И русские тоже такие «Баленсиага». А в Париже это не принято. И я общалась с парнем, который работает в ЛВМАШ, и он мне рассказал, инсайдерскую инфу, что они разграничивают ассортимент. Что в Париже и в Милане разные ассортименты. Потому что парижанка не подойдет к сумке, где написано «Луи Виттон», «Луи Виттон», «Луи Виттон», «Луи Виттон», «Шанель». То есть она, наоборот, выберет то, где брендинг либо его нет, либо он сведен к минимуму. И они ставят на полки разные товары. К чему я это все говорю? Вот сейчас русские такие, «Мода – это пышная, яркая, это Баленса». Но как будто бы, по моим ощущениям, мы от этого тоже отходим. То есть блогеры, которые пять лет назад, например, заработали денег, купили себе вот это вот все брендовое, начали ходить полностью с ног до головы в брендах. Сейчас они задумались о том, что, а может быть, там, тихая роскошь, что что мне нужно. Потому что парижский, например, стиль – это белые кроссовки, джинсы и свитерок из кашемира. Ну, примерно так. Ну, это, понимаешь, это тоже наша такая… У нас из крайности в крайность. И у нас очень такая… Ну, опять же, это в пределах, условно говоря, «Садового кольца». Это тоже надо понимать, так как у меня вот курс «Стан стилистом». Я обучаю стилистов девушек из разных городов России. И есть региональные города. И, понимаешь, я туда не захожу со своим уставом. То есть мне, когда присылают домашние задания, я же тоже вижу, да, контекст. Я понимаю, что, например, ее позиционирование и ее видение как бы своей стилистической деятельности, у нас нет, не зашло бы. А там, где живет она вот в своем городе, это прекрасно, потому что это для того спроса людей, и как бы для них это актуально, это красиво, окей. Очень разно. Здесь очень разные грани. То, что он находит… Взять, я говорю, в пределах «Садового кольца», да, сейчас тренд на эту тихую роскошь. Ну, окей. Сколько он продержится? Через там год всем надоест. Появится что-то другое. Мы будем выглядеть по-другому. Проблема заключается в том, что одинаковость опять. Ну, опять вот это вот, как, знаешь, вот одевались вот так, вот та же «Болинсяга», раз уж скоро мы ее вспомнили. Ну, вот, пожалуйста, все ходили. Все, надоело. Сейчас у нас, понимаешь, вот это вот все. И вся эта история с «Олдмани». Окей, все теперь «Олдмани», сумочка «Эрмес» или что-то похожее на это, тапки «Эрмес» или балетки «Шанель», джинсики, жакетик. Мы такие скромные, мы лакшери, мы все понимаем про этот мир. А где твой, ты-то где в этом? То есть ты вчера в «Болинсяге» бегала, а сегодня вот так. Как бы важно, опять же, если там про миссию говорить, мне кажется, важно, чтобы ты в конце, ну, как бы если уж «Олдмани», то это из тебя идет этот «Олдмани», этот «Вайб», а не потому что вот сейчас там в трех телеграммах, телеграм-каналах написали, что оказывается, вот это хорошо. Или там, я не знаю, ажиотаж «Зероу» тоже, вот как просто, люди как с ума посходили, все вот так надо. Где важно, где здесь ты? То есть тренды всегда будут, мода всегда будет, всегда будут популярны одни, непопулярны другие. Важно, чтобы ты себя в этом как-то вообще ощущал. То есть ты считаешь другими словами, что у нас будет движение к свободе выбора, что мы будем все-таки разные, а не все в бежевых тренчах в тапках Эрмес. Я бы хотела, чтобы было так, но у нас вот этот вот момент как бы принадлежности кому-то, какому-то вот… Почему нас любят правила? Вот почему у нас ни в одной стране мира, я уверена в этом, не заходит история с типажами, цветотипами и прочим? Ну, просто это бред сивой кобылы сумасшедшего, если кому-то начать рассказывать. Хотя, да, теория киби – это вроде бы… Типа про девушку осень. Да, хотя теория типажей киби – это не наша тема, но тем не менее, у нас это заходит идеально, потому что мы любим правила. Скажите, как? Вот скажи, как? Вот если вот цветовая палитра и тряпки эти, вот мне вот так, да? Вот это хорошо? И отсюда рождается, что вот появляется какой-то стиль, ну, мы поняли тогда. Ну, раз вот это вот сейчас олдмани, ну, пусть будут олдмани. Мы вот… Вот рассказали же, что нормально делай, нормально будет. Мы будем так одеваться. Вот это вот привязанность к правилам. А надо, чтобы сначала ты понимал, вообще близко тебе это или не близко. Ну, то есть, как бы, где ты, где олдмани, например. Если ты, наоборот, яркая, ты эпатажная, тебе нравится блистать и перейти из всех мест. Ну, как бы, зачем? То же самое, как этот нуар Баленсиаги. Он тоже не всем вообще-то нужен. И вообще единицы, я бы сказала, еще носить это могут так, чтобы это было вообще как Рената тогда уж. Чтобы действительно то, что бренд закладывает, это вообще куда-то шло, а не просто вот есть приталенный жакет. Ну, пожалуй, как. Ну, звучит как классный именно вектор развития. Ну, что в идеальном мире, к которому мы стремимся, все выражают одежду именно из позиции своей индивидуальности. Ты понимаешь, Аня, будет достаточно даже, если человек просто покупая что-то или надевая что-то, вообще будет спрашивать себя, почему я это делаю. Если ответ будет, потому что, ну, я увидела это у Маши, ну, наверное, надо подумать, а тебе, что тогда тебе в этом срезонировало? Уже как бы это будет такое хорошее, ну, как-то соединение с собой. Своя идентичность, а не вот как, как вот чтобы просто в тусовке поняли. Ты знаешь, мне кажется, у нас такой психологический выпуск получился. Надеюсь, он не разочаровал тех, кто, открывая ролик, интервью, подкаст со стилистом, рассчитывал на то, что мы будем сейчас говорить о том, какие цвета и формы, и не знаю, какие юбки и формы каблука в моде сейчас, а мы говорим больше про взаимосвязь одежды и того, как человек чувствует себя. Но мы не можем оставить и без некоторых советов от стилиста с 15-летним опытом работы в индустрии. И поэтому мы сейчас разыграем гайд. Наташа, расскажи, пожалуйста, про него. Помимо курсов, помимо различных уроков и вебинаров, которые я регулярно веду, и вообще модного контента, который есть у меня в социальных сетях, также я ежемесячно выпускаю гид, шоппинг-гид, где собираю различные бренды, и в том числе такие достаточно эксклюзивные, неизвестные, нерастиражированный концепт, делаю подборку актуальных вещей на сезон. И там есть абсолютно все для того, чтобы выглядеть стильно. Это уже отобрано стилистом, и это такая стопроцентная заявка на успех. Случайных вещей в этом гиде нет, и приобретая его, вы можете не только выбрать вещи, которые вам понравятся и для вас актуальны, также там есть еще и образы, которые уже заботливо собраны мной из этих же вещей гида, то есть готовые идеи. И сегодня мы готовы этот гид разыграть. И разыграем мы его следующим образом. Трем из вас, кто напишет лучший комментарий под этим видео, мы просто подарим этот гид. Наташа, расскажи, пожалуйста, какой комментарий должны написать наши зрители для того, чтобы получить твой гайд. Ну, так как гид у нас в шоппинг, то напишите, пожалуйста, в комментариях свою самую крутую покупку этого лета. Вот от чего вы кайфанули? Купили, вписали в гардероб и прямо носите. Знаете, вот та покупка, которую покупаешь и ждешь утро, когда наденешь. Вот что это у вас вот этим летом произошло? И трем из вас я подарю свой шоппинг-гид, чтобы ваш шоппинг стал еще более такой осмысленный, интересный, стильный, концептуальный и отражал вас. Ну, и я хочу еще добавить, что у Натальи есть свой YouTube-канал, на котором много информации для тех, кто интересуется модой. Я вам очень рекомендую зайти, перейти, подписаться. Лаврова про стайл, скажи. Лаврова про стайл. Называется он Лаврова про стайл. Переходите, подписывайтесь и развивайте насмотренность в свои знания и навыки в моде. Наташа, еще у нас для тебя специально заготовлена рубрика Блиц. Пять быстрых вопросов. Я задаю тебе, а ты даешь пять быстрых ответов. Поехали? Угу. Вопрос первый. Какую вещь ты бы никогда не надела? Все бы надела. Нет таких вещей. Сколько стоит твоя самая дорогая вещь в гардеробе? Я думаю, это шубы, которые я не ношу уже несколько лет. Я думаю, что шубы, да. Так, следующий вопрос. Кто для тебя икона стиля? Тут будет не коротко. Икона стиля, как таковой, для меня нет икон стиля, что вот я бы сказала, ну как бы нету поклонения. Икона это что? Это какое-то поклонение. Человеку такого нет. Не из прошлого, не из настоящего, но мне нравится опять-таки то, про что я говорила, когда есть вот этот баланс внешнего и внутреннего. И когда это в стиле встречается, то, пожалуй, наверное, хакамадо, я могла бы сказать, что это идеальное сочетание и стиля, мыслей, внешности человека. Ну вот, что на ум пришло. Первое. Следующий вопрос. С кем из знаменитых дизайнеров ты хотела бы встретиться? И причем не обязательно живых. Их можно выбирать, в принципе, всех времен. Дрис Ван Ноттен и Диор, потому что они садоводы. Я бы хотела погулять по их саду, подстричь их цветочки вместе с ними. Потому что я сама люблю сад и все, что связано с цветами. На кого ты хотела быть похожа в детстве? У меня было много героинь, и я очень такая, человек быстро вдохновляющийся. Там, читаешь «Унесенные ветром», ну и все, понятно сразу. Как бы с Карли Тухара. Кто потом какое-нибудь «Возвращение в Эдем» читаешь, и вот это вот, которую крокодилы покусали, как ее звали. Вот, это я вот как-то, я очень нехорошо соединялась с героинями. Читаешь книгу, и сразу у меня вот идет такой перенос. И последний вопрос с одной емкой фразой «Что есть стиль?» Гармония внешнего и внутреннего. Наташа, спасибо большое, что пришла. Это был замечательный разговор, очень интересный. Я получила огромное удовольствие. Тебе спасибо большое, Аня, что позвала. Для меня это тоже интересный новый опыт был, и здорово на вопросы отвечать, и сама я обо многом задумалась именно вот в процессе нашего разговора. Есть над чем порефлексировать, о чем подумать дальше. Спасибо. Класс, я очень рада, что разговор состоялся. Дорогие зрители, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube Натальи и на все соцсети. Ссылку мы оставим в описании. Также подписывайтесь на мой канал, потому что здесь будет выходить много интересной и полезной и заставляющей задуматься информации о мире моды. Ну, а с вами была Анна Куц, Наталья Лаврова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,